Праздник На электроламповых изготавливали специальные ёлочные шарики. Много было игрушек, сделанных своими руками. Издавались специальные поздравительные открытки. Тематика их была полностью связана с войной. В декабре 1941 вышла специальная серия открыток для отправки на фронт. Серия так и называлась – «Новогодний привет героическим защитникам Родины». Обратно шли другие открытки – «Новогодний привет с фронта». Открытки были средством агитации. Даже Дед Мороз изображался на них в образе воина, часто с автоматом в руках. Отмечать Новый год было важно и с политической точки зрения. Праздник являлся продолжением традиций мирного времени. Давал надежду на будущее, укреплял веру в победу. Скудные, но всё же праздничные столы накрывались даже в блокадном Ленинграде. А в Москве к празднику выдавали по карточкам немного больше еды. Фронтовики получали дополнительные 100 грамм и банку консервов. Особым шиком считались немецкие или американские консервы. Даже новогодний салют на фронте был особый. За несколько минут до полуночи артиллерийским батареям давали приказ подготовиться к бою. А в ноль часов пушки давали залп. Такие салюты по врагу были нормальной практикой в новогодние праздники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова